Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку. Сегодня я снова с вами для того, чтобы поделиться впечатлениями своими о аромате. Сегодня, к сожалению, у меня немножко такой разочарованный отзыв будет. Ожидала, конечно, я больше, а получила меньше впечатлений, меньше вообще как-то не то. В общем, сегодня виновник моего разочарования это вот такой вот гуэрланчик, чёрная платьица, герлянд, чёрное платье. В концентрации туалетной водички. Чем он мне не понравился, чем понравился и чем не понравился. Сейчас я нанесу его на себя. Даже я не знаю. Ну, в принципе, в принципе, аромат, конечно, неплохой. Аромат неплох. Он достался мне по обмену. Обменяла я свой один аромат на это платье. Я пробовала ещё несколько платьев. Они для меня оказались тяжеловаты. Но более носибельные, чем вот это платье. Это платьичко лёгкое, очень лёгкое. Не хочу разочаровать поклонников герлена и поклонниц герлена и поклонниц чёрных платьичков. Но, к сожалению... Ну что, компот, не компот. Заранее прошу прощения. Но для меня это оказался компотиком. Обыкновенным компотиком. Немножечко, немножечко здесь почули, немножечко этот компот стараются сделать строже. Но, с одной стороны, хорошо, что почули немного, потому что я не слышу тогда аромата, если почули очень много. Поэтому плюс, что почули мало. Большой плюс. Поэтому я слышу этот аромат достаточно хорошо. Минус сам аромат. Насчёт стойкости я разочарована. Насчёт звучания тоже разочарована. Как-то он, знаете, разбавленным я его не хочу назвать. Но вот такая ассоциация у меня. Как будто он разбавленный, как будто здесь чего-то не хватает, чего-то не доложили. Чего-то недосказали. Да, чего-то здесь явно не хватает, на мой взгляд. Теперь у меня это соточка 100 миллилитров. 100 миллилитров. И в концентрации туалетная вода. Но оно понятно. Это и есть туалетная вода именно с таким платьичком. Даже по цвету флакона понятно, что в этом аромате, в этом флакончике должно быть что-то такое. Но, знаете, мне изюминка нужна. Изюминка. Здесь я её не нашла для себя. К сожалению, нет. Для меня нет здесь изюминки. Нет здесь того, что есть обычно в других герленах. Ну, платьичко серое. Серия платьев. Я не пробовала. Самое первое платье в парфюмированной воде. Хочу его попробовать. Я только пробовала синее платье. И пробовала я Black Perfect. Perfect. Правильно ли я его называю? Черное. В черном таком. Я о нем позже расскажу. Да, там изюм. И синее платье с изюмом. Но черное там вообще изюм-изюм. В общем, девочки, ну что я могу еще сказать о нем? Так, давайте я ноты, наверное, скажу сразу о нотах. В общем, этот аромат вышел в 2012 году. И парфюмер, любимый парфюмер Terry Wasser. Терри Wasser. Странно. Терри Wasser. Да. Как-то ожидалось побольше. Ну, ладно. Теперь. Этот аромат. Основные аккорды этого аромата. Фруктовый, сладкий. Ореховый, миндальный. Белоцветочный, кислый. Фруктовый, сладкий. Наверное, да. Ореховый. Как-то я здесь орехов. Ну, орехов я и не услышала, наверное. Миндаль. Ну, не знаю. В общем, девочки, у него пирамидка такая. Верхние ноты у нас. Жасмин, роза и зеленые ноты. Мне больше всего чувствуется роза и яблоко. Зеленое яблоко. В общем, средние ноты. Апельсиновый цвет. Яблоко и черная смородина. Вообще не ощущаю черную смородину. А, еще и вишня. И базовые ноты у нас. Почули, белая амбра и белый мускус. Исходя из этой пирамидки, я вам могу сказать, что... Так, первые слышимые ноты для меня. Зеленое яблоко, роза. Немножко вишни и граммулечка почули. Амбру я не слышу. Нет, нет, нет. Жасмин и апельсиновый цвет тоже я бы не сказала. Зелень, как таковую я не слышу. Мускус тоже не слышу. И виноград, виноградные листья. Нет, это черная смородина у нас. Я ее не слышу. Ну что, по стойкости этот аромат стойким, к сожалению, я назвать его не могу. Он на мне буквально ярко слышен час. Через пару часов от него ничего не остается. Шлейф, ну, шлейф, я не знаю. Насчет шлейфа мне что-то сложно сказать. Он только-только ко мне приехал. Но я тоже не думаю, что тут громадный шлейф будет. Знаете, сейчас зима, холодно. И все-таки я думаю, что это не зимний аромат. И его нужно носить, наверное, будет летом. Для лета, я думаю, он будет то, что нужно. Он для лета то, что нужно, наверное, будет. И этот аромат, скорее всего, этот аромат любит тепло. А сейчас холодно. И как-то он не зашел. Он себя не показал. Вообще абсолютно не показал себя. Так, мыло или шампунь здесь нет. Говорят, он мыльный. Нет-нет-нет, он не мыльный. Здесь этого нет. Аромат, вот как только вы его нанесли, довольно-таки яркий. Довольно-таки ярко, конечно, он пахнет приятно. Роза, зеленое яблочко, вишня. Это все мы прекрасно слышим. Аромат яркий. Но это на самом начале, а дальше он уже ближе-ближе к коже. Поначалу, да, поначалу яркость есть, а потом уже я этой яркости не ощущаю вообще. Это не то, что яркость, я вообще его не ощущаю. Ну что, я бы... Хорошо, что я его попробовала. Я думаю, что до лета он мне не дотянет, потому что он мне просто не зацепил. Тем более на лето есть другие прекрасные ароматы. И я сомневаюсь, что я его буду носить. Нет. Нет, я его носить не стану. Но, тем не менее, приятный-приятный аромат. Приятный, не громкий, абсолютно не громкий. Абсолютно не дерзкий, не резкий. Допустим, вот если сравнивать его с синим платьичком, то там, конечно же, ароматище ого-го. И он дерзкий. Он слишком яркий. А это как бы очень-очень разбавленная версия. Наверное, вот очень-очень разбавленная. На мой взгляд, да. Слишком его разбавили. Ну, в принципе, в принципе, аромат неплох. Но так как я ожидала от него большего, поэтому мне он не зашёл. И только поэтому у меня от него разочарование. Милый. Я бы не сказала, что он какой-то особенный. Ничего особенного в нём такого нет. Милый, приятный. Что ещё можно о нём сказать? Ну, нежно-розово-вишнёвая водичка. Нежная розово-вишнёвая настойка даже, можно сказать. Такая капелька почули там. Потом немножечко яблочко. Приятен, но не более. Аромат чистоты, возможно, но я бы не сказала, что он мыльный или шампуневый какой-то, гелевый. Нет. Просто чистый, приятный аромат. В нём нет каких-либо неприятных нот. Что вот, ой, там неприятный. Нет, нет. Абсолютно. Ну, знаете, не то, что вау. И не то, что фу. А нечто среднее, приятное для лета. Я думаю, для лета он пойдёт хорошо. На зиму он недостаточно ярок, недостаточно силён для зимы. И лето, весна, вот его время, вот его пора. Поэтому, если вы думаете его приобрести, то советую вам сначала его обязательно затестить. Если для вас сильна версия в сне платье или парфюмерная вода, хотя я парфюмерную воду не пробовала. И вы думаете, что... И вы хотите немножечко что-то, чтобы было потише, немножко поносибельней. Да, это такая версия, да, это та версия. Она, конечно же, намного тише. Да, она очень-очень носибельна. Но того, что я искала, я просто в ней не нашла. Поэтому у меня и разочарование. Тем более, я очень большое... Для меня очень важно, чтобы аромат был стойким. Чтобы аромат я не обновляла каждый час или каждые два часа. Я хочу его нанести, чтобы от меня, как минимум, ну, часа три-четыре хотя бы, минимум. Чтобы аромат от меня шёл. Чтобы я его слышала и чтобы я им наслаждалась. Если аромат мне этого не даёт, то автоматически этот аромат уже, каким бы он ни был, каким бы он красивым ни был, он у меня будет простаивать. И чтобы не простаивал, я его просто буду... Я его обменяю или продам. Стойкость для меня важна. Шлейф, я бы не сказала, чтобы такой уж для меня и важный аспект. Конечно, хорошо бы, чтобы был шлейф. Но если аромат стойкий, если я в нём как в коконе, если я его чувствую от себя, мне этого достаточно. Я, так как я самый настоящий парфлюбитель, мне важно слышать аромат от себя и наслаждаться им. Конечно, было бы хорошо, если бы от меня слышали и другие, но тоже не особо хочется, чтобы, может, кому-то аромат не понравится и не хотелось бы кого-то, ну, как бы, не хотелось бы кого-то, чтобы напрягать там с этим ароматом, с тем или иным. В общем, насчёт этого аромата, кстати, вы им вряд ли, навряд ли кого-то будете напрягать. И он такой, знаете, обыкновенный аромат, ничего особенного. Обыкновенный, приятный ароматец. Может, немножко свежачок, но пачули не даёт скатиться ему в банальный свежак, а немножко его вот так вот держит в тонусе, как говорится. Немножко даёт, придаёт серьёзности этому аромату. Да, немножко придаёт серьёзности. Потом он сладковат, да, он сладковат, конечно. Конечно, роза, вишня, яблоко, очень ярко, очень-очень ярко я это ощущаю. И капелька пачули. Если бы пачули было больше, я бы просто его не слышала, этот аромат. А так всё окей. Так что рекомендую его к затесту. Кому тяжелы другие платья, на кого они не сели. Кто хочет полегче платье себе приобрести, рекомендую к этому платью присмотреться. Он довольно-таки лёгкий аромат. Лёгкий, приятный. Это не компот, как я уже, как я говорила в самом начале, что компотное что-то. Вы знаете, он был бы компотом, если бы в нём не было пачули. Пачули всё-таки его стержень. И пачули не даёт этому аромату скатиться в компот. Пачули здесь немного. Если вы боитесь пачули, если вы с ними не дружны, так же, как я, не бойтесь, в этом аромате пачули совсем немного. И, как ни странно, этому аромату он придаёт более изящное звучание. Как бы там ни было, аромат неплох. Да, я не обрадовалась ему, я ему не рада, потому что он меня не впечатлил. Ожидала я чего-то другого. Но, тем не менее, аромат сам по себе совершенно неплох. Стойкости бы ему побольше. И, я думаю, да, ему немножко стойкости побольше надо. Это нужно и, на мой взгляд, чего-то здесь не доложили, наверное. Ну, в общем, ничего так, на лето пойдёт. Так что, девочки, присмотритесь к нему. А я на этом буду заканчивать свой обзор на этот аромат. Всё-таки много чего я вам не рассказала. Своими впечатлениями просто поделилась. Но мы все разные, и на вас этот аромат может повести себя по-другому. Он просто на меня не сел. Может быть, это личная непереносимость, наверное, этого аромата. Ну, не знаю. Может, это что-то личное. Может, это он на мне так не уселся. Может, на вас он зазвучит совершенно по-другому. Но, тем не менее, аромат не плох. Аромат не вау. Аромат... И плохого о нём ничего не скажу. Приятный. Вот что я могу о нём сказать. Приятный аромат, да. Приятный аромат. И думаю, что он на тёплое время года. Всё, девочки. Спасибо всем, что были со мной. До встречи. Всего хорошего.